Турнир Hardcore, где Россия против Псевдо Америки, где дерется Александр Емеляненко и Джефф Монсон. И оттуда уже появляются в Инстаграме видео, где на улице просто километровые очереди людей. Не обидно? Сегодня на турнире нету человека, который тоже тесно связан с AMC Fight Nights, владельцем AMC Fight Nights Амир Мурадов. Да, он с командировки. Это не связано случайно с тем, что акции сейчас очень сильно падают, и, собственно, AMC Token тоже. И перед началом этого видео хочется выразить огромный респект нашим друзьям из Gorilla Energy. Даже в такое тяжелое время они поддерживают промоушены, бойцов и команду Вестника ММА. Спасибо им огромное, Gorilla Energy наш любимый энергетик. Справа от меня стоит глава AMC Fight Nights, Камил Гаджиев. Камил, приветствую, поздравляю с еще одним турниром. Расскажи, какие впечатления? Я доволен. Вот недавно оценку ставил между 7 и 8. Ну, там, 10 это Минеев Смаилов, 10 это Федор Емеляенко, да, поэтому 7-8 это, ну, высокая оценка. Какие герои сегодня на турнире родились или, я не знаю, вернулись для тебя и будут такими основными? Когда вернулись, сразу про Вартану подумал, да? Аллахвердян, Сантос. Ну, Аллахвердян стал. Сантос продолжил. Вартан вернулся. Алексеев тоже мой герой. Вот, если бы, например, он тогда не восстал, как птица Феникс в третьем раунде, может быть, я бы сказал, что это был неудачный опыт. А так, это бой, который я сам придумал, на самом деле, да? Я говорю, парни, давайте попробуем. Вот, получилось. Потом, ну, сказать, что Алибулата, Бархударян, мы их не открываем для себя. Вот, тут более серьезный уровень и позиции нужно, чтобы понимать, что сейчас ребята делают. Вот, Халил Амир. Да. Ну, Козлов остался моим героем. Он всегда очень прикольные бои делает. Ну, то есть, это парень, который гарантированно дает зрелище. А ты уточнял у Козлова сегодня, как у него со здоровьем, потому что на кого-то был жесткий? А еще не успел уточнить. Вот сейчас вот будем выяснять. Ну, там, в первую очередь, Иман этим будет заниматься. Вот. Он, как бы, на связи, там, с его командой. Я сейчас, конечно, уточню. Ну, я надеюсь, что, несмотря на то, что это все очень плохо выглядело, я надеюсь, что последствия там, ну, не такие значительные. Как только решит вернуться, он будет первым, кому мы должны дать бой, я считаю. А не было ощущение от сегодняшнего боя, что он с веселого каратиста превратился в грустного борца? Да. Не знаю, что, в Дагестан съездил, что ли? Вроде нет. Не знаю. Надо было веселым каратистом оставаться. Ну, в грустного борца не превратился, но немножко изменил своему стилю. Может быть, за это где-то и поплатился. Говоря о Вартане Асатряне, у него было очень много в России больших боев в АМС Fight Nights. И если говорить о каком-то вот большом бою в 2022 году, в 57 килограммов, сейчас в вашей организации не очень много имен. Возможно ли, что будет еще один бой с Али Багаутиновым? Не, с Али точно нет. У Али там сейчас, ну, другая жизнь в дне Fight Nights. Ну, может быть, все-таки попробую сделать бой Вартана Асатряна, Морис, Балияна. Ну, они вроде не согласны. Ну, давай уточним. А вдруг согласятся? Ну, если нет, ну, я понимаю, что вот так, вот прямо на поверхности нет имени. Но, я думаю, мы еще поищем. Также сегодня был на турнире человек, которому тоже не найти, мне кажется, интересного боя. Это Дима Деревяшко, Бекрёв. И вот, ну, соперник, который мы сейчас предлагаем, который выиграл Алексей Махной, это будет точно не громкий бой и не какой-то звездный. И вообще, вот как для него найти какого-то соперника, потому что тоже с кем всем всем играть? Я понимаю, что, я, мое мнение, что по-настоящему громкий бой это Бекрёв-Бутурин. Реванш. Если хочешь мое мнение, вот, ну, как мне кажется, ребята считают, команда Бекрёва, что не время для этого реванша. Ну, и Бутурин тоже осекался. Вот, ну, я бы этот бой посмотрел. Я слышу еще разговоры про его бой со Шлеменко. Возможно такая история? Сейчас нет. Сейчас Саня просто, ну, смотри, Саня как активен. Отделов, Осмаилов, он на этом меня становится. А там, глядишь, Именеев. Ну, то есть. Теперь про главный бой, который будет в Сочи. То, что мы с тобой обсуждали еще, когда запись попала тебе на таблицу. Это Бархударян против Вагабова? Да. Смотри, я в этом поединке вижу интригу большую. Я попробовал там ваши объяснить, почему. Ну, да, весовая категория и так далее. Ну, хорошо. Ну, Вагаб повыше. Да. Вагаб там боксер. Бархударян тоже боксер. Кто из них борется, то, в принципе, не один. Ну, бороться умеют, наверное, оба. В общем, ну, ничего такого не показывали. Я уверен, бой в стойке будет проходить. То, что у обоих есть моща ударить так, чтобы бой закончился с одного удара. Это факт. Так же? Поэтому я думаю, что этот пятираундовый бой точно закончится досрочно. И точно кто-то окажется в нокауте. С небольшим перевесом там фаворит Вагаб, я думаю. Теперь немножко о самой организации. С боями вроде мы разобрались. Сегодня было достаточно много народу на турнире. Но не феерично много. И плюс арена не такая большая. И также сегодня... Тысяча, наверное, две людей. И также параллельно сейчас идет турнир хардкор, где Россия против псевдоамерики, где дерется Александр Емельяненко и Джефф Монсон. И оттуда уже появляются в инстаграме видео, где на улице просто километровые очереди людей. Не обидно? Да нет, ну я вообще никогда не обижаюсь. Я за коллег радуюсь. Понимаешь, если бы я был, например, в Москве, я бы пошел на турбой. Ну, думаю, меня пригласили бы. Начнем с этого. Поэтому это хорошо. Это значит, что столько людей готовы прийти на... Знаешь, может быть, кстати, кто-то на Емельяненко Монсон, а кто-то просто из-за того, что у хардкора есть аудитория в Ютьюбе. Ну, в первую очередь в Ютьюбе, потому что они там транслируются. Может, эти люди пришли, потому что для них это первая возможность прикоснуться к продукту в режиме офлайн даже. Не факт, что так будет на втором поединке, на третьем. А может быть и будет. Ну, в турнире. Потому что нужно постоянно же удивлять. И так далее. Я надеюсь, что это не просто плохо выстроенная логистика. Потому что почему нельзя было билет в интернете-то купить? И спокойно прийти. То есть это же очередь в кассу, я так понимаю. Ну, непонятно, на самом деле. Или это очередь, чтобы зайти? Ну, вроде как, чтобы зайти, но... Ну, слушай, там 8 тысяч. Я говорю, надеюсь, что это неплохо... Не знаю, что это плохая логистика. Потому что у меня однажды в Дагестане во дворец Али-Али очередь стояла 2 часа. Просто стеной. Знаешь почему? Потому что плохо со входами отработали. Ну, ЦИСКА, в принципе, все на опыте. Даже если там то ли небольшой специалист в офлайн-эвентах, то ему там все равно могли подсказать. В безопасности он неплохо разбирается. То есть в логистике. Ну, я надеюсь, что именно дело в этом. А так, с кайфом поддерживаю все это движение. И это в очередной раз говорит о том, что люди просто хотят развлечений. На ИСЕИ же не стоят такие очереди. Никому это не нужно. Ну, нет. Давай так подумаем. Не то, что никому. Да, это нужно людям. Но, наверное, больше пацанам, в основном с Кавказа, которые яро болеют за это, пишут комментарии и так далее. Ну, в таких очередях не стоят. Хардкорным фанатам? Да. Сегодня на турнире нету человека, который тоже тесно связан с AMC Fight Nights, владелец AMC Fight Nights Амир Мурадов. Да, он же в командировке. А это не связано, случайно, с тем, что акции сейчас очень сильно падают и, собственно, AMC Token тоже? Ну, это же не повод для отсутствия. То есть вот это точно никак не связано. Может это... Как это в целом на его бизнесе отразится? Ну, здесь, наверное, нужно в финансах разбираться, чтобы дать оценку. А вот конкретно в данном случае... Он хотел прилететь, потом говорит, блин, стоит мне на денек лететь. Я говорю, я не знаю, смотри сам. Ну, он сюда друзей своих отправил, нормально. А негативно повлиять на Fight Nights это не может? Потому что, ну, все-таки это там титульный спонсор вроде. Не, ну, знаешь, мне, во-первых, по-дружески, а во-вторых, там, может быть, где-то из коммерческой точки зрения, выгоды. Мне хочется, чтобы дела шли хорошо у Амира, да? Вот. Лучше настроение, больше хороших мыслей, как следствие. Вот. Но, что бы ни случилось, я считаю, что мы точно придумаем формат, при котором Fight Nights будет двигаться дальше и развиваться. И последний вопрос. Вот, я часто замечаю, что с тобой подходят люди фотографироваться. И самая частая твоя поза, это ты смотришь в телефон, и человек ждет, чтобы ты посмотрел уже в камеру, когда люди делают селфи. А вообще, насколько вот это на тебя бремя, не знаю, давит, что все хотят с Камилом Гаджимом подойти и сфотографироваться? Я думал, бремя, что все время приходится быть в телефоне. Это у всех, наверное, такое. Да. Да нет, ну какое, что? Это же тоже часть работы в данном случае. Если люди хотят, значит, я неплохо делаю свою работу. А если люди перестают хотеть со мной фотографироваться, значит, я что-то делаю не так. Так же? Поэтому такая лакмусовая бумажка. То есть, значит, нормально, значит, я, в принципе, справляюсь. Вот так. Камил, спасибо за интервью. Друзья, вы подписаны на Инстаграм Камила Гаджима, он появится внизу экран. Подписаны на Инстаграм Вестника ММА, мы не спрашиваем про плана БАНС. Спасибо всем, кто смотрит наши интервью, расследования, новости, аналитику и топы. Не забывайте оставлять под нашим видео комментарии и награждать нас за тяжелый, но при этом важный труд по развитию российского ММА лайками. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал, сообщество ВКонтакте и Инстаграм, где собрана самая интересная, актуальная и инсайдерская информация из мира ММА. Ну а если кто-то хочет поддержать рублем наш проект, то милости просим. Реквизиты для доната есть в описании к этому ролику. А каждый задонативший может оставить свое сообщение, которое появится в конце наших видео. Субтитры сделал DimaTorzok